я приветствую вас дорогие мои друзья сегодня у нас расклад который называется брачные перспективы он будет у нас проходить сегодня на трех интереснейших я бы даже сказала эротичных колодах какие вопросы мы затронем сегодня какова перспектива о замужестве кто бы был для вас идеальным партнером или партнершей будут ли отношения со взаимопониманием и с будущими какими-то общими интересами и будет ли гармония с финансовой перспективы во всех этих отношениях обо всем об этом на данном раскладе если вы еще не подписаны подписывайтесь пока я рассказываю о колодах не забудь подписаться в комментариях написать какую колоду выбрали и в принципе как у вас она проигрывается расклад интуитивный что вам откликается то и ваше примите что придет и посмотрим куда она потом выведет итак первая колода колода таро казанова выбирайте сосредоточьтесь почувствуйте просто энергию вторая колода колода манара третья колода чувственные наслаждения 2 чувственных наслаждений итак давайте посмотрим кто выбрал колоду номер один таро казанова давайте посмотрим на брачные перспективы каково же перспектива замужества в целом да и вообще брачного союза потому что мы смотрим в принципе конечно же в основном смотрят женщины мой канал но и для мужчин тоже есть интересные моменты какова перспектива замужества в целом вот я смотрю тут вы еще не нагулялись по этой карте если уж замуж не втерпешь то нагуляйтесь пожалуйста перед тем как бежать в брак есть а такие барышни которые что называется не изменяли бы этому мужу они бы следующего мужа не нашли то есть вот для женщины это пока порхание как бабочка по разным цветкам назовем это так для мужчин это тоже не нагулявшиеся отношения возможно какие-то адюльтеры в общем пока перспектива то не горит замуж я смотрю тут еще надо все познать это карта также показывает на то что еще кто-то прямо таки срывается с с поводка до долго держались долго были правильными и вот наконец-то все пошло от проблемы ушли развернулись и пошли куда вот прямо куда захотели ну давайте посмотрим какой человек для вас тогда будет идеальным он да это удовлетворение всех и материальных и моральных потребностей вот тут прямо таки барышня на ненасытные у нас расклады для взрослых все-таки чтобы на это посмотреть по этой карте вам нужен мужчина состоятельный для женщины это должен быть состоятельный мужчина который удовлетворять ее будет как в постели так и деньгами а также тот который будет у нее постоянным как минимум партнером потому что вот тут видим это бегать то надоест судя по всему будут ли отношения основаны на взаимопонимании ну нет тут не о взаимопонимании речь один партнер однозначно другого не понимает понимал бы он бы не уходил в такое предательство да в какую-то даже слежку в недоверие с любовью может бежать навстречу но думать о другом свои обещания может не выполнять иногда дорога ему в постель женщины заказана да и для женщины тоже да если мужчина смотрит на этот расклад можно сказать что женщина явно не будет доверять мужчинам зная о том что здесь у нас всякие а дюльтеры да а здесь удовлетворение материальным потребностям как может ваш партнер и партнерша вам в принципе доверять и как ему стоит доверять если он вот сюда пойдет гулять ну вот тут не нагулялся еще или что называется партнер и партнерша может понимать да куда может унести да вот сюда вот иногда стабильность она же тоже надоедает так ну что захочется ли официально оформить отношения после всего этого конечно захочется удовлетворение материальных потребностей идут полным ходом здесь такой интересный расклад выходит вот эта карта я ее между нами девочками называем у сосала конечно когда есть деньги и обеспечение благополучия еще счастье в постели почему бы и да да надо оформить конечно захочется ли официально оформить захочется будут ли присутствовать общие интересы с партнером давайте посмотрим на общий интерес может быть покажет какие именно конечно деньги какие именно еще могут быть интересы общие интересы с партнером основаны на деньгах на общем благополучии вас как пары на интересах связанных не только с сексуальными потребностями но и с потребностями быть парой и материальные потребности и моральные потребности в принципе это все тут конечно есть и результаты нужны общие результаты вы должны смотреть в одну сторону общие интересы будут давайте посмотрим как вам будет относиться семья партнера ну тут конечно идет токсичность болезнь не ждите что вас примут с распростертыми объятиями тут понятно что мужчина видно и денежный и будут возможно по этой карте отговаривать мужчину с вами связывать свои отношения свои будущие какие-то моменты вообще свою будущую жизнь тут по этой карте не только токсичность но и болезни да надо вот просто переболеть этим состоянием но тут не совсем вам будут рады давайте признаем откровенно да тут сразу понятно то ради чего вы идете в такой брак в такие отношения меньше любви зато больше секса и страсти что же у нас тогда по поводу при каких обстоятельствах да как вы познакомитесь со своим суженым давайте посмотрим обстоятельства что нам расскажут но это конечно общая тусовка там где он с барышнями общается туда и вы попали для мужчины также до то есть это какая-то такая тусовка это какой-то такой праздник или это вот такие моменты до куда-то пригласили где все с парами и может быть тут барышня одна мужчина один и вот тут-то они наконец-то пересеклись давайте посмотрим на финансовые перспективы отличные финансовые перспективы выходит конечно же вы же ради финансов на все это идете ну в принципе это же тоже хорошо да если девушка интересует финансы значит она думает о будущем а если ее ее не интересует финансы то давайте признаем откровенно она лукавит хорошие финансовые перспективы но может быть мужчина будет вас испытывать на нервах чтобы как-то чтобы вы проявились так что доказали что вы вот этого достойны и дер и поддержав на каком-то коротком поводке удостоверившись что да да будут конечно же финансовые перспективы что стоит делать чтобы привлечь себе встречу с ужином чтобы ее приблизить тут почему-то идет вопрос об экономии денег и идет вопрос о том что не надо распыляться на каких-то других партнеров кое-где надо потерпеть зажать пояса это стабилизировать свое внутреннее эмоциональное состояние чтобы быть готовым или готовой для мужчин не тратится на других барышень потому что та самая вот-вот придет а все барышни хотят денег и если уж вкладывать деньги то в ту самую нужную а для женщин тоже не распыляться и не одаривать своими прелестями других мужчин чтобы все таки как-то себе репутацию благочестивости подзаработать и не торопиться никуда чтоб тоже не распыляться чтобы встретить того самого и возможный прогноз будущих отношений ох какая серьезная жрица тут сидит это конечно же серьезные намерения это конечно же серьезные запросы это запрос у жрица всегда на правильность на замужество тут хороший расклад если вы конечно не нагулялись догуливаете и вот-вот кого-то вы встретите у себя на пороге расклад хороший кто выбрал колоду номер один казанова тут перспективы отличные за исключением конечно отношений с родственниками давайте посмотрим для тех кто выбрал колоду номер два это у нас была монара 2 монара кто выбрал в колоду номер два давайте посмотрим какова же перспектива замужества в целом так по этому раскладу страх есть страх замужества страх вообще заболеваний но тут вот конкретно если конкретизировать о сексе о замужестве блок на секс блок на здоровые сексуальные отношения потому что это страх заболеваний в основном венерических да где-то мужик нагулялся и чего он там принесет и не хочется с ними связываться потому что очень много заболеваний которые сопутствуют да даже микрофлора может не подходить и всякие восходящие инфекции вплоть до сети то бывают и если были такие партнеры с которыми идет несовместимости психологическая какая-то и физическая а духовная душевная есть то вот тут такой стоит страх блок не всегда он обоснованный на сексуальные отношения с партнером поэтому ну какой тут за мужество дал в перспективе если этот страх блок никогда не дает развернуться какой человек для вас будет идеальным партнером да который прямо таки вами восхищен в рот заглядывает человек огненной силы мысли чувств и отношений человек который стремится вперед он конечно тот еще буламут но он и открыватели бизнесмены и первооткрыватель и кто только не есть он и на машинке шить да и как вот матроскин все может все умеет и при этом будет ластиться такой человек да по характеру сад гвининг и активный и умеет как-то быть харизматичным вот вот такой партнер будет для вас идеальным и будут ли будущие отношения основаны на взаимопонимание давайте посмотрим но тут пока тоже не пахнет взаимопониманием потому что очень призрачна все в этом мире бушующим тут на карте мы видим женщину которая уводит за собой в дымке вот вот она сейчас растает и фактически да она как бы ведет за собой призраков и ничего пока конкретного мы из этой карты вывести не можем для мужчины это может означать что все таки барышня она не уверена в себе и может на раствориться где-то там и все это иллюзорно и свои сокровенные тайны вам может не доверить для женщины это тоже может означать что мужчина не захочет проясняться и выяснять все отношения на берегу зашли до куда-то в теме не уже и там блуждаете пока в этой темноте нету ясности его взаимоотношения но взаимопониманиях давайте посмотрим захочется ли вам официально оформить отношения да захочется еще как женщине всегда точно захочется эта карта я ее называю зависть богов потому что тут нижняя квартирка она такая тесная и тут прямо все великолепно в плане секса и любви и даже боги завидуют таким отношением и где-то они на этаж выше находятся но у них нет такого счастья какое будет у вас поэтому официально оформить отношения обязательно захочется будут ли присутствовать общие интересы с партнерами и какие именно мой но тут конечно чтобы были общие интересы надо партнера постоянно куда-то вовлекать привлекать куда-то провоцировать партнером из-за работы может быть часто уставшим но это все достало вот что называется провокация может не сработать по горло заколебаться можете общих интересов так и не достигнете потому что не поймете на как куда чем вызвать интересы можете спровоцировать и сами начать все в этом деле тонуть и он не поймет спасать вас или нет он вообще не поймет что ему надо что ей надо что называется и что мне надо делать это же такое недопонимание серьезное тут пока вот так у нас идет по общим интересам какие именно интересы могут быть тут если они все-таки будут общие чтобы не париться в жизнь лучше париться в бане идет вода и идут эмоциональные какие-то моменты если вода напрямую это конечно же всякие бани бассейны и так далее лучше попариться в бане чем жизни также там человек расслабляется и в бане лучше париться чем но откровенно говоря пить чтобы отдыхать и выдыхать а тут пятерка воды это такой эмоциональный упадок когда ни сил ни эмоций ничего нет так вот вода в этом плане как видите еще поддерживает до чтобы чтобы не утонуть окончательно давайте посмотрим следующая карта у нас как к вам будут относиться как вам будет относиться семья партнеров но никак она к вам не будет относиться во первых равнодушно и вот я бы сказал так вам это не понравится с одной стороны равнодушны да и не сможет выбраться да с вами повидаться повстречаться а во вторых если так вот интерпретировать смотреть этот момент то они даже в некотором роде не будут не только на вас внимание обращать но и таким образом задают своим авторитетом и просто вот своей какой-то коллегиальностью зная толк в том что нужно вот этому мужчине они думают что не знают лучше что ему нужно поэтому вот имеет право все дети могут давить таким образом желаю вам чтобы вы с этим справились в принципе у вас к родственникам нету тоже особого желания бежать до в десна целоваться давайте посмотрим как вы познакомитесь со своим суженым и при каких обстоятельствах но тут обстоятельства хорошие вам нужна будет помощь и он как истинный рыцарь придет и спасет отношения по этой карте могут вырасти из дружбы отношения могут быть такими френд зонами долгая дружба долгие такие отношения долго притирались нравились знаете друг друга вдоль и поперек и он постоянно выручал и тут наконец-то вот до кого-то дошло и доперла что вот одна близость рядом вот он тот герой который был всегда незаметен всегда как-то женщина не понимал его на вторых ролях он оставался а теперь он из друга превращается в любимого человека это карты на это указывает давайте посмотрим финансовые перспективы по финансовым перспективам тут какое-то безвыходное положение стоит пока у вас любимым рай в шалаше вы бы хотели чтобы он больше зарабатывал но нет и даже по вот этим картам можно сказать что мало того что спасители видимо он вот так вот себя на амбразуру бросает свою энергию вместо зарабатывания денег не туда растрачивает еще и родственники считают что вы тут еще встретились еще одна помеха еще одно препятствие чтобы он как-то больше зарабатывал хотя некоторые злой родственник считают что даже не обязательно чтобы он много зарабатывал ну вот чтобы он был счастлив это самое главное потому что смирились с тем что он вот такой человек теперь давайте посмотрим что стоит делать чтобы приблизить вот эту встречу или эту активизацию энергии что у нас тут идет тут идет сексуальное влечение все таки открыться и раскрыться может быть немножечко по вампирить тут идет прямо сердцеедство такое не надкусишь плод не узнаешь не надкусишь это сердечко не узнаешь да как он относится это своего рода риск своего рода такие открытия для этого мужчины чтобы он понял что это вы что вот я да дать себе знать и возможный прогноз будущих отношений вместе я здесь отдыхать вместе куда-то отправляться направляться ездить путешествовать передвигаться вместе бывать каких-то местах друг друга узнавать как-то взаимодействовать потому что конечно же ваши эмоциональная легкость его привлекает тут хороший прогноз на перспективу в отношениях хорошие моменты тут прямо чаша полная любви можно съездить на море отдохнуть вместе и как-то забыть обо всех проблемах и вместе там побыть и почувствовать друг друга заодно это никак не противоречит вот этому сердце я стук что рядом идет ну что расклад хороший кто выбрал колоду номер два брачные перспективы тут неплохие единственное что надо вам будет в этом раскладе мужчина направлять на достижение финансовых результатов ради вас сможете справитесь кто выбрал колоду номер два и давайте посмотрим кто выбрал колоду номер три у нас это таро чувственных наслаждений какова перспектива замужества в целом да ни шатка ни валка пока тут вот такое преднаменование называется что вот-вот-вот меня бросит и оставит и не хочется не этого повторять и не хочется таких отношений чтобы человек бросал хоть все и хорошо мужчина главенствует в этих отношениях и он тут ну главный для женщины это может означать что не совсем она доверяет то мужчинам собственно перспективы то есть но они такие пока недоверительные и женщина ничего поделать не может каждый раз таких отношениях когда ее оставляют и это обидно но нету сил туда тут силы есть мужчины поэтому у как входить до в такие отношения какова перспектива замужества ну кто-то там есть но что-то я с ним не уверена он тоже там может быть вот таким таким то даже не рассматривая ничего дальше просто глядя по характеру что он может быть совсем не то и не тем не тот так какой же человек для вас будет идеальным партнером ну да тут сексуальные страсти привязки человек страстный человек жгучий человек любящий креативные решения во всем потому что так достала бытовуха и так все достало что ну хотя бы в сексе чего-то фееричному хочется потому что пока ничего другого другому другого этому человеку недоступно на моря пока не едет да как во втором раскладе и так будут будущие отношения основаны на взаимопонимании или нет да тут куда хрен туда и ноги что-то несет не совсем туда куда надо людей и у вас будет нести на страсть это действительно далеко не уедешь тем более с таким недоверием те привязки что создаются легко отрубаются что тут ножницы и нож и сердце тут прямо таки все приковано да через страсть привязки сексуальные проявляются ну вот тут магнит с ножницами еще пока магнитит женщина удерживает но что-то они стоят на пороге тут по карте пытается выяснить куда идти дальше застряли в воротах но и тут в принципе тоже застрявшие положение ну давайте тогда посмотрим захочется ли официально оформить такие отношения конечно хочется чтобы мужчина был у ног женщины всю жизнь официально закона закона хочется вот эту неуверенность захочется завершить и вот эти вот моменты захочется завершить мирно благополучно и чтобы было стабильно возможно уже страсти такой не будет или здесь довольно часто женщина изображает страсть говорит что вот тут вот так вот все нравится все интересно плетки кнуты и так далее но на самом деле на нежное добрые и замужестве она будет уже по появляться не будет никаких кнутов и плеток но и мужчина должен понять что это уже тоже новый уровень чтобы оценивать что женщина умеет быть разные давайте посмотрим будут ли присутствовать общие интересы с партнером в отношениях и какие конечно не без манипуляции как же без них тут обойтись я тебе вот так покажу а ты вот это вот смотри что называется мужчина тут уже сидит полностью раздеты а женщина ну выигрывает да что она еще одета и за определенные услуги что по дому что в жизни она дальше будет открываться и раскрываться а он уже прям готов прямо уже горит сгора этой от нетерпения где же и когда же барышня такая ну давай вот она такая играет общие интересы игры с манипуляциями особенно когда надо по дому сделать что-либо прямо отлично для этого мужчины будут играть давайте посмотрим как вам будет относиться семья партнера семья вас принят свою семью и прекрасно поймет почему мужчины рядом с вами семья в семью примет и вы их как бы примете такое соединение до десятка пентаклей вообще семейная карта на плюс он у ваших ног и и по миру и по десятке пентаклей единственное что конечно все будут понимать почему так происходит все узнают и раскусит ваши эгоистичные состояния и намерение ваше поведение но кто же не был в таких эгоистичных состояниях когда вы такая красивая пара такое партнерство такие люди что понятно что сначала эгоизм и капризы будут в паре проявляться особенно у женщины давайте посмотрим как вы познакомитесь со своим суженым ну тут с одной стороны идет конечно мужчина руководитель идут выполнение обязательств идет подчинение мужчине тут или третий лишний да кто-то подсматривает или вы увидите да что-то со стороны такое такие жесткие обязательства какие-то рамки подчиняться мне да вот немного высокомерное поведение человек который умеет быть жестким и даже прессовать в принципе и такое бывает да что знакомство мужчина будет проявляться для вас жестко и вы будете вынуждены подчиняться и делать вид что вы подчиняетесь да и вежливо разговаривать лишь бы не ранить и задеть более глубокие жесткие струны души которые не хочется не видеть не слышать не чувствовать довольно часто женщина так делает вежливо разговаривает чтобы ну не отхватить до лишнего когда видит какую-то грубости ли такую жесткости не хочется этой грубости поэтому с такими людьми естественно женщина очень аккуратно и тактично себя ведет но таким образом такой своей силой она может растопить сердце такого мужчины финансовые перспективы посмотрим отличные финансовые перспективы в ваших отношениях тут солнце и любовь и принятие и вообще да в плане перспективы на развитие семьи это говорит о безобилии о возможном рождении детей о том что семья будет крепнуть расти быть в благополучии и умножаться в принципе судя по тому что человек выполняет строго и жестко свои обязательства ну почему бы и да давайте посмотрим что стоит делать чтобы приблизить встречу с ужином он доверится судьбе колесо фортуны то пусто то густо то весело то грустно бывает по разному просто живите дальше своей жизнью и все само собой произойдет интересно у некоторых что называется любовь и на печке найдет ну вот видимо найдет вас колесо фортуны куда-то ведет возможный прогноз будущих отношений конечно же сексуальный магнетизм и сексуальное влечение это хороший расклад это тоже еще один хороший расклад в принципе все три расклада были замечательные в плане выбора партнеры и в плане отношений и в плане каких-либо прогнозов были конечно же нюансы с недопониманием и они во всех трех раскладах фигурировали а расклад это не истина в последней инстанции кто часто смотрит мои видео и эфиры тот знает что я скажу вот в этих местах где идет недопонимание пожалуйста дорабатывайте и изменяйте ситуацию к лучшему если уж родственники не взлюбили или примите как есть или сореветесь или уж тогда старайтесь как-то наладить с ними отношения если вам это действительно важно если вы еще не подписались подписывайтесь ставь лайк пишите какую колоду вы выбрали и интересен ли вам был такой расклад также на всех этих колодах можно научиться раскладывать это не только колоды для расклада но и в образовательных целях можно просто смотреть эти видео и не только получать удовольствие да но и как-то узнавать что-то новое в сфере познания ну что я желаю вам удачного дня хорошего настроения и обязательно жду вас на личных раскладах на консультациях указала в описании этого видео все ссылки для записи ко мне на консультацию и также поддержите мой канал есть ссылки на донаты пока пока